Дарящий часть себя – знак, который получают доноры, люди, пожертвовавшие свой орган близким. Совсем недавно такой знак получил донор из Якутии. В скором времени его должны вручить в торжественной обстановке в районе. Как много доноров в Якутии и какую помощь оказывают им, расскажет Розалия Борисова. Как рассказывает Людмила и Афанасий, с детства они были не разлей вода. Брат с сестрой сегодня уверены – это было неспроста. С 2002 года их связывают не только семейные узы, но и один орган. С 1997 года на диализ пошла. Пять лет ходила, у меня уже сосуды не выдерживали. Очень тяжело принимала диализ. В 2002 году, 17 мая, операцию сделали. Операция прошла удачно. После операции помню, как я проснулась, как-то легко мне стало. Сразу как будто совсем другая появилась на этот свет. Это была лишь седьмая по счету операция по родственной трансплантологии в республике. Четыре из пяти показателей Людмилы и Афанасия совпали. Орган подходил. Вопрос стоял – дать или не дать. Это серьезный вопрос. Ну, без никакого сомнения сразу надо сделать. Сейчас, если я представляю, в этом году, если сестра ушла бы из жизни, это что было бы когда? У нас семеро детей в семье, и все пока живы, здоровы. Со дня первой пересадки родственного органа в Якутии прошло 15 лет. За это время своей почкой поделился 81 человек. Но и по сей день ни в республике, ни в стране не существует программ по поддержке доноров. Все-таки человек жертвует собой. Взять, отдать орган. Это не из кармана в этой счете отдать. Мы говорим, что надо этих родственных доноров поддержать. Медицинская реабилитация, санаторное и курортное лечение в наше время. Или лечение учреждения медицины, скажем так. Ну, такое, конечно, мы практикуем сами уже, не дожидая, скажем так, правительства, какое-то решение. Это надо официально как-то надо внедрить, организовать. Сегодня люди, решившие спасти чью-то жизнь, могут получить лишь почетный знак, дарящему часть себя. В республике работает информационная компания «Щедрый вторник». Ну, а донор все, что я хочу сказать. Это другому человеку жизнь дают же. А донорам ничего нет, донорам органов. Поэтому я думаю, что-нибудь хотя бы, что-нибудь-то прибавили к отпуску. И люди, перенесшие пересадку, написали письмо обращения о региональной поддержке родственных доноров органов. Если республика ее примет, она станет первым субъектом со своей собственной программой. Розалия Борисова, Евгений Логинов, НБК Саха, Якутск.